День добрый, друзья, с вами Димон. У меня для вас потрясающие новости. Улитка объявила о очередном упрощении прокачки с помощью новой механики, причем она не требует от вас каких-то дополнительных трат, донатов. Если вы никогда не донатили в игру, то и не придется донатить и дальше. То есть это, как говорится в простонародье, халява, которой можно будет пользоваться и быстрее дойти до топовой техники. Но понятное дело, от этого выигрывают все, как донаторы, так и не донаторы. Это общий праздник. Правда, как всегда, с нюансами, а как вы хотели. Речь идет о новой бонусной системе к исследованию новых наций, а не старых закоренелых. Это одна из частей анонсированных ускорителей прокачки еще в прошлом году. Одна из них была это мастерство, которое уже есть в War Thunder, чем лучше вы играете, тем быстрее прокачиваетесь, потому что есть бонус от мастерства. А это вторая часть улучшения по прокачке, связанная с новыми нациями. Таким образом, улитка хочет привлечь игроков к прокачке молодых веток, и они будут до топа доходить быстрее, чем все остальные. Но, чтобы не обидеть ветеранов, они придумали условия. Если вы совершенно новый игрок, только пришедший в War Thunder, у вас этого бонуса не будет. Нужно открыть хотя бы один топ любой игровой нации. Например, у вас есть Т-90М, значит у вас уже будет бонус при прокачке тех же венгров. И не только. Но в сегодняшнем посте появилось больше конкретики, касаемо новой механики. Улитка решила этот бонус ограничить на три боя в сутки на каждой нации. Например, сыграл три боя за танки в Венгрии, потом переключился сыграл три боя на танках Италии, ну или же авиацию, в зависимости от того, к чему вы стремитесь и что вообще прокачиваете. Как я говорил ранее, важна техника определенного типа. Если танки, то значит бонус к танкам, самолеты значит к самолетам. С вертолетами то же самое. Также важно отметить, что бонус будет назначаться от базовой награды изначальной, а не от общей суммы, в которую может входить и мастерство, и бонус премиальности и так далее. То есть обуза не получится, в котором можно будет накрутить огромные проценты, сверхприбыль. И разумеется, эти бонусы работают во всех режимах. К сожалению, улитка не расписала подробно, какие именно будут начисления, какие процентные ставки. Примерные цифры есть, но они с прошлого года, а в новой статье нет уточнений и таблицы. То есть все может быть поменялось. Могу лишь надеяться, что не пожадничают и дадут как следует, если они конечно же заинтересованы в этом. Но также есть и другой момент. Вот человек написал в комментариях, что мол мало. Три боя это мало, но с учетом того, что эти три боя на каждый тип техники. И соответственно можно поскакать по веткам, прокачать что нужно. Я не уверен, что это мало. Но даже если это мало, можно одним выстрелом убить двух зайцев. Раз улитка когда-то там говорила, что им мало донатит, 70% не донатит вообще. Вот вам пожалуйста, для обладателей премиум аккаунта накинуть еще два боя в сутки. И соответственно чаще опять можно будет покупать премиум аккаунт, он станет ценнее. Снова получится, что и овцы целы, и волки сыты. Никого не обидят. Кто не донатит, получит бонусы, а кто поддерживает деньгой, ну получит чуть больше бонусов. По-моему справедливо. Прошу делиться вашим мнением касаемо новой фичи с бонусами, которая добавится к мастерству и ускорит прокачку, правда, именно новых наций. По-моему не лишняя. Если же у вас есть собственные светлые идеи касаемо бонусов, тоже предлагайте, я постараюсь их показать в следующем ролике. Но учтите, их не протолкнуть, если они учитывают интересы исключительно игроков и ничего не дают самим улиткам. Такие уж правила. Улитка даже пальцем об палец не ударит, если она совершенно ничего не будет выигрывать от новых фич. Она стремится зарабатывать на своей игре, насколько это возможно. Также себе позволю пару слов касаемо новой самоходки как топового приза в боевом пропуске. Шалев В1, честно говоря, машина мне конечно же изначально понравилась, но рассмотрев ее в пробнике, я был озадачен. Дело в том, что улитка впаяла боевой рейтинг 7.3 и это ни в какие ворота, потому что я ее сравнил, посмотрел, перезарядка в 12 секунд, глянул, что могут другие машины того же типа, и взять даже американскую М109, длинноствольную или даже немецкую короткоствольную, почему-то у них скорость полета с торяда М107 выше, при том, что еще и машины сами по себе имеют более низкий боевой рейтинг 6.3 и 6.0. В общем, очень странное решение, неужели база от Мерковы настолько зарешала в повышении боевого рейтинга? Это немножечко странно. Теплока нет, СО есть, но там нет ни лазерного дальномера, вообще ничего. Модуль СО в рентгене, наверное, чисто как модуль для галочки, не более. В общем, я не понимаю, какой был мотив у разработчика, у балансировщика, чтобы дать 7.3. В остальном, я считаю, пока позитивный лучик наконец-то появился, хоть что-то хорошее в игре произошло, я рад. Пишите, что думаете. Всем пока, всем хорошего настроения, увидимся в ближайших роликах. Всем удачи! Субтитры создавал DimaTorzok